Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хотел затронуть тему Зангизура. Как раз статья попалась на эту тему. Каким образом 101 год назад начался процесс насильственной передачи Зангизура Армении? Экскурс в историю. Ну вот, как раз я тут современную карту открыл. Вот эта вся территория раньше была азербайджанская. Я говорю, сразу замерил, потому что вот Шуша специально такую линию провел. Вот типа все это было азербайджанской территории. И как раз статья по этой теме, сейчас я вас ознакомлю. 101 год назад, 10 августа 2020 года, в древнем азербайджанском городе Ереван, который вместе с окрестностями еще в конце мая 1918 года под давлением могущественных внешних сил был передан армянами в качестве территории и государства, состоялось подписание соглашения между Советской Россией и Дакшнакской Арменией. Оно юридически закрепило военное присутствие РФСФСР, это, да, в то время РФСФР было в объявленном спорной территории Зангизури. Видите, большевики объявили Зангизур в спорной территории, запустив процесс передачи Армении этого исконного азербайджанского региона. Сейчас я вам на карте покажу. Вот нашел старинную карту Зангизура. Как раз, видите, вот здесь проходит иранская граница, а вот здесь город Шуша как раз. И получается, что выше даже где-то еще города Шуша проходит граница. Ну, как я вам показал на этой карте, вот Шуша, вот где-то так. Вот эта территория была большевиками, передана, как сказать, армянам. Ну и дальше сейчас продолжим. Вообще интересно, как это все происходило. С начала августа 1920 года Красной Армии удалось оттеснить из Зангизура отряды Дро-Инжде. Раньше Инжде был такой, да, в Армении. Так, наступление российских большевистских войск проводилось в логике советизации всего Южного Кавказа, чему отвечали дипломатические шаги правительства Владимира Леина. С целью увлечения в орбиту влияния РСЦР вслед за Азербайджаном, также Армении. Ключевую роль в определении армянской политики советской России играл нарком иностранных дел Георгий Чичерин. Там командовал этот Чичерин, все руководил этим, как сказать, процессом. Несмотря на уже обеспеченную советизацию Азербайджана, он считал нецелесообразным делать ставку на Баку в оригинальной политике Москвы. Чичеринская стратегия заключалась в постепенном заманивании Дашнаков, это правительство Армении, Дашнаки были в сеть кремлевской политики с последующим внезапным поглощением Армении, как бы самой маленькой республики в нужном Кавказе. Вот в июле 2020 года Чичерин написал, мы очень хорошо знаем, что придет время советизации Армении, но еще рано идти на этот шаг. Главное, чего можно добиться сейчас, так это объявить Карабах и Зангизур спорными территориями. В общем, этот Чичерин там все организовал, и как бы он объявили, что Карабах и Зангизур это спорные территории. Таким образом, с целью ублажения Армении, стремящихся к захвату Карабаха и Зангизура, те были объявлены спорными территориями. В общем, по карте эти большевики решили схитрить и сказали, что эти территории как бы не азербайджанские, а спорные. И, мол, вот так вот, придумали такой хитрый ход, как бы, чтобы вот, это старинная Зангизурская карта, вот, все здесь азербайджанское, огромную территорию, да, в то время при помощи Ленина, Сталина, Чичерина, вот, они там все руководили этим процессом. Признание спорного статуса Зангизура правительство Советской России добилось не только закрепления своего военного присутствия в этой области, но и усиление популярности коммунистов в Армении. Коммунисты хотели, как сказать, чтобы популярные были, да, и в Армении, вот, чтобы их стали уважали, мы вам территории подарили огромные, а после этого, как вы нас, конечно, будете любить и уважать. Но этот шаг одновременно содержался ярко выраженное турецкое измерение. Несмотря на установление союзнических отношений с турецким правительством Мустафы Кемаля, Москва серьезно опасалась распространения влияния Анкары, как и в советизированном Азербайджане, так еще и буржуазной Армении и Грузии. Не случайно Иоффи Сталин после посещения Баку в ноябре 2020 года выразил обеспокоенность в связи с попыткой турок разделить границы с Азербайджаном. Ну и вот. И в конце ноября 2020 года произошло установление советской власти в Армении, и 20 декабря 2020 года между РССР и Армянской ССР был подписан договор, согласно которому за Армении признавали все территории Ереванской губернии. Ну ясно, и азербайджанцев выгнали, это начали с резня, а и Ереван им подарили, включая Нахичевань, а также Зангизурский уезд. В общем, большевики, Сталин, Ленин, там еще армянин был у них такой один, они все, подарили все армянам, в общем. А Азербайджан как бы все, как слово не унизили, а просто, ну все, отрезали огромную часть территории, сделали на пользу армянам все. Но если относительно Нахичевания, который контролировался в этот момент турецкими войсками, большевики в конечном итоге вынуждены были признать его азербайджанскую принадлежность. А, и вот в чем дело, турецкие войска контролировали Нахичеванскую район, вот. И поэтому большевики не полезли сюда. А, если бы еще турецкие войска как бы не контролировали, то большевики бы еще вот этот Нахичевань бы армянам подарили. Так и есть. В общем, говорю, все время просоветская власть это была, все делала на пользу Армении, говорю. И Ереван, Ереван, вот отдали Зангизур, Карабах. В общем, если бы не большевики, у Армении остался вот маленький вот кусочек бы этой земли. Сейчас я вам на карте покажу. Нет, честно, если верить информации в Википедии, смотрите. Зангизур азербайджанский, Карабах азербайджанский, Нахичевань азербайджанский, Армении и даже Ереван, и тот половина азербайджанский. Так вот, маленькая вот такая бы Армения осталась бы. Ну, говорю, вот большевики, как бы сказать, все помогли. Ну, и вот что получилось так. Ну, если относительно Хичевани, да, который накатолировался турецкими войсками, большевики вынуждены были признать азербайджанскую принадлежность, что нашло свое отражение в московско-советско-турецком договоре 16 марта 1921 года, то исторической судьбе Зангизура произошел исторический перелом. Просто проармянское решение этого вопроса было отложено на лето 1921 года, когда Красная Армия окончательно разгромила отряды Рождества. В общем, вот, все правильно, тут автор написал, что 10 августа 1920 года, все, и 101 год назад Зангизур передали, как сказать, армянам, и до сих пор сейчас вот историческая справедливость, как говорит Илька Малиев, должна восторжествовать. Правильно он говорил, Зангизур – это Азербайджан. И все. Вот сейчас интересно, как ситуация будет с Зангизуром складываться. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.